Микс Ньюс Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Программа Добро пожаловаться И председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко, председатель кооператива БАК-2 Здравствуйте, добрый день Доброе утро И телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9 Жаловаться также, задавать вопросы можно и на номер 2306191 2306191 Вот вроде бы уже и подключили отопление Все вроде прекрасно Но тем не менее жильцы все равно чем-то недовольны Если вдруг возникают какие-то проблемы Считают они, что что-то не делает для них родное домоуправление Куда бежать? Кому жаловаться? Как находить управу? Ну, давайте начнем с того, что на сегодняшний день В структуре нашей ни государственной власти, ни в самоуправлении Нет такого места, куда вы можете пойти и как-то пытаться выяснять Отношения с управляющими, кроме двух Это, первое, это собрание собственников квартир И второе, это суд Собственно, третьего места больше нет Если вы хотите там что-то выяснить до конца С установлением истины Поэтому, наверное, будет не лишним напомнить собственникам квартир Что они являются нанимателем домоуправления И неважно, это кооператив, это Бедриба или это Ригеснаму Паролдникс Все равно это компании, которые собственники квартир В прямом виде или опосредованном наняли Для того, чтобы обеспечить необходимый комплекс по обслуживанию Содержанию дома и ремонтной работы Они являются нанимателем Поэтому, если ты начинаешь жаловаться на того, кого ты нанял Ну, наверное, это будет нелогично Потому что, на самом деле Если мы смотримся в законодательство Латвийской Республики Там совершенно четко написано Что за состояние дома техническое и санитарное отвечает собственник Это его святая обязанность Но дальнейшие уже там другие законы говорят о том Что эту свою обязанность, вернее, выполнение этой функции Содержания дома в соответствии с нормативной базой Он может поручить нанятой организацией Которой является либо домоуправлением Ну, в любом случае это домоуправление, это управляющие Потому что на сегодняшний день, с точки зрения закона Неважно, это кооператив, это товарищество или это частная компания Они все являются наемными управляющими Которые должны обеспечить выполнение тех функций Которые оговорены в договоре обслуживания И, как правило, эти функции Основная масса функций оговорена в законе То есть есть обязательные действия по управлению жилым домом Которые условно можно разделить на три таких больших блока Первое, это содержание дома в соответствии с санитарными нормами Это первое Второе, это техническое содержание дома Это поддержание всех элементов и коммуникации в таком состоянии Чтобы обеспечить основные функции И третье, это задача по обеспечению основных услуг Необходимых для эксплуатации жилого дома К этим услугам относятся три основные услуги Это подача тепла Обеспечение теплом Обеспечение водоснабжением и канализацией Обеспечение вывоза мусора Почему законодатель не включил электричество Мне непонятно, потому что первые две задачи без электричества невозможно реализовать Ну вот как-то здесь таким образом разделились функции Значит, и отсюда уже вытекают Столь же важные, но они так уже внутри где-то сидят Это планирование содержания дома Это обеспечение финансовых потоков и так далее Но это уже задача, я бы сказал, более вспомогательная Основное, это дом должен быть чистым Территория должна быть убранной Все в доме должно, что предусмотрено по проекту Работать и функционировать нормально И должны подаваться основные источники Энергия, вода, канализация То есть обеспечиваются все эти условия И фактически, если вы возьмете То любой договор управления Он должен содержать все эти функции И, собственно говоря, если вы сталкиваетесь с тем Что управляющая компания Что-то не обеспечивает Что тогда делать? Получается, что с одной стороны Значит, жаловаться некому, кроме Самих себя Ну, с одной стороны, наверное, надо Просто-напросто первый путь Первый путь, как в любых отношениях Который является Это путь переговоров То есть выяснения Что как, где непонимание Где что не учтено Если договориться не удается То, наверное, самое логичное В этом случае Поиск другой управляющей компании Потому что, на самом деле Попытки что-то засудить Не знаю Они будут успешными Нет Это можно будет доказать Что что-то не так Но, в принципе, я могу сказать Еще раз Если вам неудобно С этой управляющей компанией Менять А если, ну, скажем Считают жители Что нанесен, не знаю Там, ущерб Ну, то есть Израсходованы деньги Неправильным образом Завышены сметы Где-то есть подозрение Что что-то здесь нечисто Можно стребовать Или получается, что Ну, тебя обманули А говорят, ну, хорошо Тогда иди Обманули одного продавца Иди к другому продавцу Ну, вот здесь уже Немножко другой вопрос Во-первых, для того Чтобы кому-то сказать Что тебя обманули Нужно доказать Что был обман И что такое Ну, нет Вообще, что такое Вы понимаете В суд-то пойти можно Нельзя же написать заявление Меня в суд Меня обманули И подать такое заявление В суд Такое заявление Ни один суд Рассматривать не будет На самом деле Тогда должна быть У этого заявления Определенная Подложка Из того, что Вот Нам, допустим Официально С подтверждением документов Предложили ремонт крыши А вместо этого Сделали Ну, я не знаю Ну, золотые ручки Поставили на дверь То есть Ну, в этом случае Можно сказать Что тебя Грубо говоря Обманули Хотя такого нет Обычно Начинается спор Из-за того Что можно было Дешевле сделать Или нельзя И это очень Распространенный спор Спор, в общем-то Есть три основных Таких момента О которых я слышал Вот когда Выражают недовольство Управляющие компании Первый У нас Перед нами Не отчитываются И нас Не информируют Это Первый Такой блок Второй Ничего Не делают И Третий Если делают То Очень дорого Ну Насчет Нас Не информируют Наверное Но Когда ты Начинаешь Информировать Я по своему опыту Могу сказать Что Многие Не хотят Воспринимать Эту информацию И просто Ее выбрасывают То есть Здесь Немножко От лукавого Может быть И я сталкивался С тем Что люди Действительно Не информировали Не предоставляли Информацию В предусмотренном Законном порядке Чаще всего Что это значит Это значит Что Закон Предусматривает Два вида Информирования Жители Собственников Квартир Первое Ежегодно Управляющая Компания Должна Предоставить Собственникам Квартиры Отчет О расходовании Средств И других Материальных Каких-то Ресурсов Которые Домом Были Переданы Управляющей Компании Для реализации Ее функций То есть Должны Отчитаться Сколько Израсходова Денег На ремонты Сколько Получено От жителей Какие ремонты Произведены Ну и другие Посогласованные С собранием Там Позиции Отчета То есть По позициям Расходов Которые Были Утверждены В договоре Необходимо Отчитаться И предоставить Объективную Информацию Допустим Дом Собирал Накопил На ремонт 10 тысяч Евро Из них 5 тысяч Евро Ушло туда И цели Расписать Отчеты Дать И Сослаться На согласующие Документы Потому что Большую часть Ремонтов Мы можем Производить Только Согласовая Согласие Собственников Квартир Это такая Отчетность Плюс К этой Отчетности Каждый год Управляющая Компания Должна Предоставить План управления На следующий год Он состоит Из двух Разделов Первый Это финансовая Часть То есть Там Управляющая Компания Информирует Собственников Квартир О том Какие затраты Они должны Будут Поднести На текущее Обслуживание Зданий И какие Затраты Им Необходимо Будет Или какие Взносы Необходимо Будет Осуществить На Капитальный Плановый Или капитальный Ремонт Зданий И плюс К этому Здесь Кроме Финансовой Части Дается Также Должна Быть Приложена Техническая Часть Которая Заключает В себя Перечень Плановых Ремонтов Которые Необходимо Преизвести По мнению Управляющей Компании Ну Со всей Разъясняющей Документации То есть Если Это Сложные Работы То Скорее Всего Управляющая Компания Предложит Сделать Техническое Обследование Данного Элемента Здания После этого Сделать Проектную Документацию После этого Разработать Технические Условия И только После этого Переходить К смету А никак Не наоборот Но мы же Знаем Что Существуют Ну Какие-то Вот Действительно Ремонтные Работы Которые Там Плановые А Рано или Поздно Встает Вот Вопрос Там Каких-то Больших Капитальных Ремонтов И Ну Которые Требуют Сразу Больших Затрат И Вложений То есть Получается Что Нужно Планировать Расходы Ну Вот Как Бы Копить Деньги Дому То есть Вот Может Быть Какая-то Большая Действительно Большие Ремонтные Работы Которые Можно Сделать Там Через Три Года Если Откладывать Определенные Суммы Например То есть Это Тоже Включается В эти Планы Да Конечно По крайней Мере Если Любой План Управления Он Должен Когда Вы Даете Ремонтную Работу Допустим В плане Управления Вы Должны Дать Хотя Б Ориентировочные Цены Расклад И Обозначить Размеры Необходимого Финансирования Возможного Необходимого Финансирования С Учетом Ну И Также Предложить Источники Потому Что Не Всегда Я Б Сказал Даже Я Б На Сегодняшний День Исходя Из Тех Процентных Ставок Что Сегодня Существуют На Рынке Я Б Сказал Что Накапливать Невыгодно Потому Что Когда Ты Накапливаешь Деньги Ты Их Теряешь Депозитов Нет Ничего Нет И Деньги Становятся Дешевле Это Ни Для Кого Не Секрет А Выгоднее Решили Делать Крышу Взять Кредит И Где-то За 2-3 Года Рассчитаться По этому Кредиту Это Гораздо Более Эффективный Путь Но Это Уже На Усмотрение Дома Потому Что Многие Дома Психологически Боятся Кредита Хотя На самом Деле Я Не Считаю Что Это Какая Тома У нас Буквально Несколько Дней Назад Общее Собрание Жильцов И Рассматривался Вопрос О том Что Ремонт Крыш Как раз Накоплены Деньги Были За 2 Или За 3 Года И Вот Эти Средства Мы шли Таким Путем Здесь Воля Собственника Но Я хочу Сказать Так Что Если Мы Сейчас Возьмем Стандартное Состояние Здания В среднем По Риге То Это Необходим Ремонт Крыша Необходим Замена Полностью Трубопроводов В доме Как Водоснабжение Так И Канализация Это Необходима Модернизация Системы Отопления Ну И Ремонт Швов Это Вот Просто Не надо Даже Ходить В дом Просто Этот Перечень Берешь Сделано Хорошо Не Сделано И Эта Сумма Весьма Весьма Внушительная И Вот Вы Говорите Мы 2-3 Года Будем Накапливать На ремонт Крыши Потом Лет 5-6 Будем Накапливать На замену Трубопроводов И Так В конечном Итоге Вы Ничего Не Сделайте Толком Потому Что Пока Вы Одно Закончите Второе Уже Составится Уже Потребует Повторного Ремонта Поэтому Сейчас В Латвии На рынке Доступен Очень Хороший Механизм Кредитования Многоквартирных Жилых Домов Бояться Этого Кредита Особенно Не стоит Потому Что Его нужно Брать Продуманно Но На самом Деле Сегодня Никаких Ограничений Если берет Собрание Собственников Квартир Кредит Его Одобряет От имени Собрания Собственников То Никакое Физическое Имущество Никаких Людей Собственников Квартир Не Ограничивается Ни в чем То есть Там нет Никаких Залогов Ничего На личное Имущество Ничего Не дается Поэтому В том числе И на квартиру Поэтому То есть Человек может Ну Условно Говоря Продать Поменять Квартиру Да Совершенно Свободно Этих Никаких Таких Отягощающих Записей На квартире Не делается Просто Напросто Следующий Собственный Кон Приходит Дело В чем Что Эти затраты Они Относятся К Обязательным Затратам На содержание Жилого Дума Тот Живен Крош Это Обязательные Затраты Так Или Иначе Просто Их Порядок Принятия Решение О Производстве Таких Затрат И работ Он Ну Более Сложный Я бы Сказал И поэтому На самом Деле Новый Собственник Если вы Продаете Отчуждаете Своё Имущество Новый Собственник Приходит И он Просто Продолжает Платить По этим Обязательствам Потому Что он Пользуется С этого Момента С момента Смены Прав Собственности Он Пользуется Этой Улучшенной Крышей Это Его Собственность Это его Святая Обязанность Есть Очень Большой Вопрос Относительно Того Что Дорого Вот Начинается Дорого И Где я Присутствовал На собраниях Очень часто Это начинается С того Что Дорого Почему Потому Что я Слышал Или слышала Что где-то За Третьим Углом Девятого Района Сделали В два Раза Дешевле И на этом Базируется Весь Конфликт Что Вот Дорого На самом Деле И С одной Стороны Такое Мнение Вполне Может быть Обоснован С другой Стороны Я уже На прошлой Передаче Говорил И хочу Сейчас Еще раз Повториться Надо Понимать Что с чем Сравниваешь Нельзя Сравнивать Мерседес Запорожцем Допустим Условно Говорю Потому что Там Все Все Не для того Сделано Ни одной Ни другой Группы Так и Здесь На самом Деле На сегодняшний День Вопрос Не только Планирование Ремонтных Работ Но и Проектирование И это Очень важный Вопрос Ну я Приведу Такой Банальный Пример Ну что Казалось бы Проще Простого Взять И заменить Трубу Водоснабжения Да Стоит Труба Водоснабжения Ты ее Старую Металлическую Выдергиваешь Ставишь Надежную Трубу Пластмассовую Современную И все У тебя Хорошо И какой Там Я тут же Напомню Что есть Такой Нюанс Что по Правилам Если мы Меняем Негорючие Трубы На горючие То должны Быть Обеспечены Меры По нераспространению Огня Между Этажами То есть На Огнестойкость Перекрытия Должна Быть Восстановлена Для Этого Существуют Специальные Специальные Средства Которые Необходимо Устанавливать Зачастую По тем проектам По тем Сметам Что я видел Никто Их Отдельно Не выносит Это Достаточно Дорогая Штука По сравнению Со всем этим То есть Если вы Работаете На основании Сметы То вам Могут Принести Смету А вы Не специалист Вам Приносят Сметы Заменить Трубы Вынуть Вставить Чем-то Заделать Перекрыть Ответственность За конечный Результат Несет Опять-таки Заказчик Не исполнитель Исполнитель Несет Только за то Что ему Заказали И когда Начинаешь Читать Такую Смету Трубы ПВЦ ППР Допустим Это Полипропиленовые Трубы Фасонные Детали Цемент Для заделки Цемент Или что-то Еще Для заделки Перекрытия Все Точка То есть Заказчик В этой Ситуации Находясь В естественном Состоянии Неведения Он просто-напросто Заказывает Сразу Бракованный Продукт За который Он потом Будет нести Еще Достаточно Серьезную Ответственность Если Не дай Бог Что Случится Поэтому На самом деле Должен быть Проект Должен быть Компетентный Инженер Вводоснабжения Он прекрасно Все эти вещи Знает Он вам Нарисует Схематическое Решение Это ничего Сложного Но там Совершенно Четко Видно И длина Трубопроводов Необходимые И необходимые Материалы Диаметры И вспомогательные Материалы И те же самые Противопожарные Мероприятия Все это В проекте Будет отражено Имея на руках Такой проект Вот дальше Можно сравнивать С метой А что Собственно говоря Предлагает Один исполнитель Что другой Потому что У меня на руках Вот пожалуйста Ребята Мне нужен Этот продукт А дальше Вы уже Покажите Свои искусства Насколько вы можете Предложить Этот продукт По низкой цене Ну или По меньшей цене Или Докажите Что ваша цена Самая лучшая То же самое Касается Всего Вот Ремонт крыши Очень часто Сейчас делается Ремонт крыши То есть Ту крышу Которая есть На самом деле Сегодня Ее конструктивно Просто берут В тех же Размерах Обновляют Ну то есть Если это Двухскатный Или трех Ну Крыша Со скатами То берут Снимают Там Покрытие Там Жесть Или что-то Ремонтируют Существующие Деревянные Детали Которые там Находятся И после этого Покрываются Жесть Абсолютно Не думая О том Что Скорее всего Через Пять Шесть Там Ну Количество Лет Придется Здание Утеплять А вынос Вылет Крыши Должен Быть При этом Ну На определенную Величину За внешнюю Границу Стены И собственно Когда вы Делаете Ремонт Крыши На сегодня И вы Не предусматриваете Продолжение Этих Работ Когда-нибудь В будущем То сегодня Вложив Приличнейшие Деньги В ремонт Крыши Вы можете Столкнуться С тем Что через Три года Выходит Норматив Который Так или иначе Вас подводит К необходимости Утеплять Стену И вам Придется Перебирать Эту крышу Ну да Но это Может заметить Вот специалист Или Для этого Нужно просто Во-первых Понимать Последовательно Во-первых Для этого Нужно делать Понимаете Все равно Вот Был прекрасный Продукт Он еще пока По-моему Доступен На рынке Это Программа 50% Финансирования Утепления Здания Ну или Энергосбережения Мероприятия По энергосбережениям Которые Финансируются Европейским Союзом Там в чем Он хорош Ты делаешь Все и сразу То есть Там делается Комплексный проект Который Все вот эти Нюансы Так или иначе Он учитывает И ты уже Получаешь Сразу готовый пакет Ты вынужден Заказать Готовый пакет Нормальной Технической Документации Ты по нему Делаешь И ты получаешь Готовый Законченный Продукт Кстати говоря Эффективность Этого продукта Доказана Сейчас практика Уже там Ни у кого Сомнений нет Да Мы сейчас Ненадолго Сделаем Небольшую паузу После чего Вернемся И продолжим Программу Добро пожаловаться Сергей Сидорко Председатель Правления Товарищества Центр консультации Собственников квартир В нашей студии Микс Ньюс Председатель Правления Товарищества Центр консультации Собственников квартир Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко В нашей студии Ну вот здесь Пишут Значит Значит, в Латвии созданы десяток министерств, в каждом министерстве десяток агентур для осуществления исполнительной власти, но почему-то все отказываются работать, всех посылают в суд. Должна же быть госструктура, контролирующая работу управляющих компаний, иначе беспредел. Ну, на самом деле есть госструктура, департамент министерства экономики, который занимается вопросами регулирования этого процесса. Там это исходная точка, откуда готовятся проекты законов по управлению жилым фондом и все, что связано с квартирной собственностью. Это исходная точка. На самом деле, каким образом будет госструктура сегодня разбираться в этих вопросах, мне не очень понятно, потому что это область обычных гражданско-правовых вопросов. И я прошу прощения, здесь вариант такой. Если вы недовольны, опять повторюсь, управляющим, то его надо менять. Ну вот тут еще одно, значит, послание. С нашего дома сосут деньги, сметы работ не предоставляют, предлагают плановые работы в три раза дороже, не реагируют на замечания. Ну, опять это все, вот это распространенная точка зрения, ну что значит сосут деньги? Есть, вы должны платить обязанность, платить определенные суммы, которые вы согласовываете с управляющей компанией на определенные цели, на финансовый учет, на работу, там, службу по поддержанию дома в чистоте, на текущее техническое обслуживание и так далее. То есть там целый расклад, и этот расклад никем не скрывается. В итоге получается некая сумма, которая сейчас, ну, на латышском это называется, или породочность, или абсолютно некое, но дело в том, что по закону породочность, это очень широкий термин, поэтому, скорее всего, это зарплаты на текущее обслуживание. Второе, это зарплаты на необходимый ремонт, и плюс все счета поставщиков внешних услуг. Эти деньги должны быть, если вас не устраивает какое-то конкретное качество услуги, это другой вопрос, если вас не устраивает услуга дворника или там уборщицы, ну, значит, конкретно нужно тогда конкретизировать эту претензию и пытаться ее решить. Сметы в три раза дороже не берусь комментировать, потому что что с чем сравниваем, мы только что об этом говорили. Мы можем заложить один материал, другой материал, третий материал, один поставщик услуги может написать смету по принципу «я сделаю тебе хорошо, и это стоит 20 евро», другой за 22 или там за 30 евро, подробно распишет все, что он сделает, где потом очень легко и четко можно проконтролировать. Таких примеров много, поэтому еще раз могу сказать, что все-таки нам не удастся собственникам квартиры избежать полностью, полного отстранения от управления дома. Я не говорю, что нужно вникать во все технические нюансы, но мы должны, собственники квартиры должны наладить нормальные, понятные отношения с управляющей компанией и выработать определенный уровень доверия. Я не говорю, что не надо никого проверять. Не получил информации в виде инициативы со стороны управляющего, закон обязывает ознакомить любого собственника квартиры с так называемым делом домом, или по-латычески это звучит мая с лета. Вы можете явиться в домоуправление и заявить, что вы хотите из этого дела, с чем ознакомиться, со сметами, или с договорами, или со списками должников, с теми юридическими действиями, которые вы должны просто эти моменты обозначить и вам обязаны предоставить. Вот если не предоставляют, тогда вы можете, условно говоря, в прокуратуру обратиться, что у вас есть нарушение закона. Так что я бы сказал так, что нету безвыходной ситуации, и поверьте мне, для любой управляющей компании угроза того, что мы от вас уйдем, она довольно такая серьезная, она очень существенная, потому что каждый борется за клиента. Ну вот еще одна жалоба прозвучала по поводу плоских крыш с ливневыми трубами в центре дома. Ну вот пишут, что очевидно сэкономили наши деньги, наша крыша с новой мягкой кровлей стала течь. Она не чистилась от мха и листьев, крышу по-прежнему не чистят, и во время ливня по лестнице буквально текут ручьи. Ну вот такая конфликтная ситуация, вот конкретная жалоба. Когда текут ручьи, то чаще всего это связано с тем, что не справляются трубы, внутренние трубы ливневой канализации. Да, их надо прочищать, надо и периодически чистить крышу. Но это вопрос опять-таки, ну, можно же кому-то инициативно один раз за сезон выйти на крышу вместе с управляющей компанией. Это первое. Второе, если ремонт был недавно, то там может быть другая беда. Может быть эти трубы ливневой канализации были засорены в процессе ремонтных работ. И сейчас это не происходит. Но трубы надо прочистить, это же не такая большая проблема. Чтобы, хотя есть такие ливни периодически, когда все возможно. И это связано уже не с состоянием крыши, не касаясь данного момента, но в принципе, это с состоянием внутриквартальной ливневой канализации. Я сталкивался с такими вещами, что, во-первых, внутриквартальная ливневая канализация, которая была обязана, предназначена для того, чтобы собирать вот эти стоки с крыш домов, особенно с плоской крышей, выводить ее в основной коллектор ливневой канализации, не всегда дома оказываются подключенными к этой ливневке. Даже так? Бывает такое. Это раз. Второе. Эти внутриквартальные сети никто не обслуживает, они никому не принадлежат. И поэтому часто бывает так, что когда сильный дождь, просто в воде не справляется. Вот эта вся система, которая есть под землей, не на крыше, а под землей, она не справляется. Такое тоже бывает. Так что здесь надо разбираться. Бывает, что промывается колодец, не колодец, а бывает, что лопаются трубы, которые находятся под землей. То есть здесь надо разбираться в вопросе. Это вещаемый вопрос, который требует просто работы и усилий с обеих сторон. Тут такой вопрос, я понимаю, чисто теоретически. Почему перед тем, как передать дома на баланс владельцев квартир, не был проведен капремонт домов? Владельцы ведь не являются специалистами по техническому обслуживанию. Их очень легко обманывают бизнесмены-управленцы. Почему не был, но вопрос очевиден. Ответ, вернее, очевиден. Это передача в собственность многоквартирного жилого фонда. Это заключительный этап вообще всей судьбы многоквартирного жилого фонда. Потому что во времена послевоенные это было собственности государства. Потом на середине развитого социализма эти дома передали из собственности государства в собственности местных монастей. Ну и логично, что передали сейчас в частную собственность. Просто потому, что я отвечу так. Просто потому, что государство не способно само справиться с этим вопросом. Это раз. Второе, при смене режима, того экономического режима, которое произошло, ни в одной капиталистической стране вопрос жилья не выводится на вопрос государственной политики. Жилье это в принципе вопрос каждого индивидуума. Самостоятельно должен решать. Поэтому был предложен вариант. Варианту было предложено два. Либо вы не приватизируете и остаетесь вечным арендатором этого жилья. И без гарантии того, что вы сможете его передать по наследству и распоряжаться им. Но пользоваться вы могли. Второе, либо вы берете его в собственность. Относительно того, что собственники квартир некомпетентны. Да, согласен. И не должны быть компетентны. Но мы почему-то очень хорошо проявляем свою компетенцию при покупке, скажем, автомобилей, которых есть у большинства, наверное, жителей. При покупке бытовой техники. Мы изучаем, мы смотрим документацию, мы советуемся и так далее. При производстве ремонтных работ, ну, наверное, нельзя быть компетентным. Но вот я опять-таки вернусь к тому, что я сказал. Без проекта вы будете абсолютно незащищены. Ну, нечем вам. Нет ни компетенции, это естественно. Если там в доме живет инженер строительного славы, но слава ему. Но я думаю, он очень быстро сбежит, учитывая всю эту коммунальную атмосферу на собрании. Поэтому остается только одно – идти рука об руку с управляющей компанией на проектирование. Создавать проект, а потом уже исходя от проекта, вот на стадии проектирования у ваших представителей будет возможность обсудить нюансы. И тогда уже выбирать дальнейший путь. У нас звонок есть. Да. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, у меня такой вопрос. Человек грамотный, который сейчас в студии. Сергей Сидорко, да, председатель кооператива БАКа-2. Очень, очень приятно. Меня тоже Сергей зовут. Вопрос такой. У нас огромный большой дом. Семи подъездный. Без нашего участия, не спрашивая ничего, нам поменяли полностью адрес. Вот. Зачем это делается? Почему это сделано? Никто даже с нами не обсуждал. Мы собрали деньги, наняли адвоката. Ну, он работал. Ни к чему не пришли абсолютно. Просто я уже задним числом хотелось бы знать, зачем это делается. И могли они, прави так делать или нет. Просто поменяли адрес и все. Мы сейчас на другой улице, получается. Ну, попробую ответить. На самом деле, адреса, это компетенция местного самоуправления. Там была такая компания года два назад, по-моему, там массовое изменение адресов. Причем я не всегда видел логику. Ну, так вот, чисто внешнего, потому что и в моем хозяйстве тоже вдруг дома с улицы Дзелзова уехали на улицу Звайкзная, хотя остались там же, где они и были, да. Но, видимо, какая-то есть другая логика градостроительная, возможно. Но, на самом деле, если вы посмотрите, вот, прежде чем бросаться всяких адвокатов, надо было бы посмотреть процессуально, насколько мне помнится. Там сначала делается какое-то планировочное решение, после этого устраивается публичное обсуждение. Как оно проходит уже, насколько люди были вовлечены, во сколько люди вовлекались в это публичное обсуждение, это вопрос. Но, тем не менее. А в итоге, это я могу сказать, это компетенция самоуправления. Она может назначить вам адрес. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Сделайте тишь только, пожалуйста, радиоприемник. Доброе утро. Доброе. Господин Федорко, вы, я знаю, извините, я сделала рачку, спасибо, не извините тебя. Вы всегда предлагали, и сегодня предлагали, предлагаете перед проведением капитального ремонта, требовать от фирмы-ремонтника проект на тепло, на отопление и так далее. Но, когда я обратилась к нашему теплоинженеру, нашего домоуправления, он удивился, говорил, практически никто это не делает. Ну, кроме, по-моему, проекта на реновацию отопления. Можно, пожалуйста, ваши комментарии на эту тему? Спасибо. Спасибо. Ну, понимаете, если это не делается, ну, это то же самое, что заниматься самолечением. Почему, я говорю, нужен проект? Потому что проект, во-первых, делает специалист, который в курсе последних требований и последних, ну, технических решений. Это первое. Второе. Он решает вопрос целиком. Если вам нужно заменить, в данный момент, очень острый вопрос стоит, там, в трех квартирах заменить, допустим, стояк холодной и горячей воды, вы можете, ну, чисто по бытовому рассуждая, можно не делать проект. Зачем? Но мы уже сегодня говорили, что на самом деле при замене этого узла вам придется решать вопросы по пожарной безопасности, по применяемым материалам и так далее. Это нельзя делать хаотично. Поэтому, если такого проекта нету, то, несмотря ни на то, какую работу, какого масштаба вы предусмотрели сегодня, вы должны сделать проект. Если вы хотите жить и работать по уму и правильно тратить деньги. Это ключевые такие вещи. Если у вас есть проект, значит, у вас есть техническое решение, если вы, ваши, ну, я не знаю, там, какие-то условия не позволяют реализовать его сразу, то каждый раз, приступая к этой работе, делая ее по частям, вы будете уверены в том, что вы делаете все так, как надо, и все по единому образцу. То есть, не будет потом один стояк из золота, другой из меди, третьи, там, я не знаю, из чего из картона слеплены. И один с пожарной безопасности, другой без нее и так далее. Поэтому любые работы по ремонтам, они на самом деле требуют подготовки технической документации. И то, что мы говорили, если цена, чтобы обсуждать справедливо или несправедливо цена, то нужно иметь исходный материал, свои технические требования, свои проектные вещи. Других аргументов у меня нет. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, у меня не вопрос. Я хочу Сергею апонировать, это Татьяна. В каком плане? Очень многие люди приватизировали квартиру не от безграмотности. Те, кто вот такие вопросы задает, действительно могли не знать. Я лично приватизировала, знаю, что такое частная собственность, и знала, как я могу ее распоряжать. Но вот вы мне ответили на другой вопрос. Мы когда это приобретали, даже в том состоянии, в котором это было, мы не думали, что через 2-3-4 года эту землю из-под нас вытащат. Вот если бы это было сообщено, что земля будет возвращена якобы каким-то хозяевам, в кавычках, мы бы, может быть, и не приватизировали эти квартиры. Ну, вот это моя память, спасибо. Спасибо. Я бы вообще предложил эту дискуссию вывести за рамки эфира, потому что на самом деле мы уже почти 30 лет живем в той ситуации, в которой мы живем. Сегодня спрашивать, почему это было сделано так или иначе, уже бесполезно для меня, потому что это было сделано. Справедливо, несправедливо, там, кто умнее, кто глупее, ну, по сути дела, неважно, уже, по-моему, уже и поколение это сменилось, которое это все приватизировало там уже. Сейчас совершенно другое поколение. Но у нас такие обстоятельства, какие есть, и если мы хотим их изменить, то для этого мы, и с Татьяной, она тоже была сторонником, надо создавать общественные организации, которые будут сотрудничать с политиками, воздействовать на политиков, пытаться менять ситуацию, обсуждать, ну, было, ну, отдали в таком виде. Да я прекрасно помню, что мы с радостью бегали, я сам бегал и приватизировал, потому что считал, что это будет благо, ну, при всей своей продвинутости или задвинутости. Ну, тут вот пришли пока еще смс-ки, значит, спрашивают, ну, вот управляющие не хотят работать, не хотят, значит, отчитываться о деньгах. Ну, вот с нас собирали деньги на ремонтные работы, ремонт не проводился, а денег в фонде нет, и нет отчета. Вот что делать в этой ситуации? Ну, это, наверное, уже вопрос к юристам. Наверное, уже вопрос к юристам. Если деньги собирались и сейчас не могут отчитаться, то, наверное, надо уже смотреть юридическую базу, как принимались решения о сборе денег, были и не были отчеты требовать проведения соответствующих ревизий, это уже вопрос такой, это вопрос юридической работы. Ну, вот, и еще вопрос попутно. Можно ли в управляющей компании потребовать копии дипломов инженерного состава? Я сомневаюсь в их компетенции. Ну, вообще-то говоря, любой управляющий, он своими кадрами должен гордиться и скрывать особенно, но копии выдавать, персональных документов, как-то для меня звучит немножко странновато. Ознакомиться, да, в деле дома или ознакомиться в компании и понять аргументацию, а почему. Есть или нет диплом, есть ли высшее образование или необходимое образование вот того или иного работника, почему нет. Ну, если я понимаю, что если есть сомнения в компетенции, опять-таки, меняйте управляющую компанию. Скорее всего, такое должно быть, да, ответ? Я вообще могу сказать так, что на самом деле люди должны понимать, что они не находятся в каком-то рабстве. Они находятся в условиях свободного рынка, но мне немножко даже странновато это звучит, но если вы приходите в какой-то магазин, вас плохо обслужили, то, скорее всего, вы по здравому уму второй раз туда не пойдете. Здесь, в данном случае, мы стоим и страдаем, что у нас плохая компания, и при этом ничего дальше не происходит. А что нужно сделать? Я понимаю, что, предположим, владелец квартиры считает, что компания некомпетентна. Сколько еще должно жильцов дома разделять? Ну, управляющие компании должны проголосовать 51% голосов от всех квартирных собственностей. То есть, если в доме 60 квартирных собственностей, то, значит, если проголосовал 31 человек за собственные квартиры, за смену, все, вопрос решен. То есть, как правило, я могу сразу сказать, если вы проводите собрание и соблюдаете условия, которые прописаны в законе, чтобы собрание проходило, ну, по всем, его нельзя было там результата протестовать. Для этого вам потребуется, если собрание 2 недели, если это методом опроса, как минимум месяц, решение принято, оповещаете в течение месяца после принятия решения, вы обязаны оповестить управляющую компанию, ну, и в течение 3 месяцев обычно. Так, если делать по уму, то в течение 3 месяцев происходит окончательный развод. Но надо только не забывать одну вещь, что принимая решение о смене управляющей компании, вы тут же одновременно должны назначить следующее. Потому что закон требует непрерывности процесса. Вы просто не можете просто уйти. В никуда. В никуда, да. Я надеюсь, что вот мы ответили на ваш вопрос. Буквально еще несколько минут. 6, 7, 212, 93, 9, 6, 7, 213, 93, 9. Ну вот, да, тут кто-то написал с обидой, вот что, дескать, говорит, что вот управляющие, ну, вот компании, если нас обманывают, а ведущие, кажется, что прямо выгораживает их. Вот такое высказывают мнение. Ну, понимаете, вот здесь ваше слово против моего слова. Я не могу с вами согласиться, не могу с вами не согласиться. Потому что, когда, говорит, меня обидели, я не знаю всех нюансов. Ну, наверное, уже последний вопрос в нашей программе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, господин Сидорко, вот раньше мы подавали показания счетчиков воды, а сейчас нет. Какая причина? Ну, это, насколько я понимаю, вы говорите об РНП. РНП очень сильно оповещало. Дело в том, что мы тоже всеми средствами стремимся сейчас перевести людей на электронные формы. Потому что, на самом деле, причина очень простая. Бумажная форма требует очень больших физических усилий. То есть требует работника. Эти бумажки нужно собрать, эти бумажки нужно расшифровать, потому что подчерк у нас у каждого свой. Потом надо их сличить, потом их нужно завести в базу данных и так далее. И все это становится весьма и весьма проблематичным. Поэтому сейчас идет попытка автоматизации этого процесса. Насколько успешно это ведется в других компаниях, я не знаю. А мы у себя в кооперативе сейчас проводим массовые опросы, предлагаем людям одновременно установить во всех квартирах счетчики с радиосчитыванием. То есть, чтобы вообще исключить процесс участия человека в этом процессе. Приходит соответствующий работник, нажимает на кнопку, снимаются показания со всех квартирных счетчиков. В один момент это все тут же перекачивается в базу данных. Это, я думаю, за этим стоит будущее. Как мы не хотим, как мы не упираемся, хотя это не дешево, но за этим стоит будущее. Потому что, на самом деле, я просто смотрю, что через год-два все-таки наши политики не выдержат. И перед выборами начнут резко повышать минимальную зарплату. И это очень сильно аукнется на квартирных счетах. Поэтому готовиться к тому, чтобы повышать производительность труда в домоуправлениях, особенно убирая такой вот неэффективный, бессмысленный труд, ну, здесь нужно заботиться об этом. Но, к сожалению, вот у нас время завершилось. Программа «Добро пожаловаться». В нашей студии был председатель управления товарищества «Центр консультаций собственников квартир» Сергей Сидорко. Спасибо вам и до следующей недели. Всего доброго.